Приветствую зрителей канала Russian Let's Play, с вами Анидзука, и сегодня мы посмотрим прикольный ремейк игры Donkey Kong, того самого супер нинтендовского крутого Donkey Kong, ремейк для игры Dreams на PlayStation 4. Почему я решил записать это видео? Ребят, этот ремейк вышел уже какое-то время назад, и я вот все как-то не мог собраться его сделать, но тут появилась новость о том, что Nintendo уже там накатала петицию, чтобы Sony удалила все игры про Super Mario из Dreams. В Dreams, как вы, наверное, знаете, очень много разных ремейков, там есть и Super Mario, там есть Luigi, есть там и Sonic и прочие там известные франшизы, Crash Bandicoot, Spire, много чего есть, то есть люди, фанаты делают это бесплатно, делают просто по фану, из-за того, что они любили эти игры, да, им нравится экспериментировать делать эти ремейки, но Nintendo уже хотят удалить, вот. И я подумал, что пока не удалили Donkey Kong, нужно его, как бы, вам записать, показать, увидеть то, что люди делают здесь. И, кстати, вышел апдейт, и это уже не Donkey Kong, это уже Donkey Kong называется, как вы видите, то есть изменили название. То есть, изначально это был Donkey Kong Odyssey, а теперь это Donkey Kong Odyssey. И это очень жалко, потому что, помимо этого, они еще вырезали прикольную заставку, жаль, что я не успел это для вас записать, то есть там вначале, когда запускаешь игру, была заставка, менюшка, приставки GameCube, очень классно сделанная. Теперь, к сожалению, ничего этого нет, вот, очень жаль, что не успел я раньше собраться и вам записать. В общем, это еще такое начало, тут сделано всего лишь три первых уровня данной игры, но давайте смотреть, и вы уже поймете, насколько это интересно. Дисклеймер, это не, там, коммерческий продукт, это сделано по фану, все права принадлежат на... Уже не принадлежат, короче, ладно, это уже вымышлено. То есть, изначально было написано так, что это все права принадлежат Nintendo, а теперь уже нет. То есть, видимо, как новость вышла о том, что Nintendo все это делает, и сразу же все это дело убралось. Наверное, помните, начало Super Nintendo, то есть Donkey Kong обнаруживает, что у него там все бананы, стырили весь его склад бананов. И идет умстить, блин, так классно, загрузка с этой бочкой сделана, то есть, все дела, все круто. Музыку, кстати, тоже они взяли с Super Nintendo версии, так что я думаю, от Nintendo все равно потом прилетит, и это как бы игра находится в открытом доступе. Я не знаю, что будет с играми Mario, то есть, возможно, создатели просто смогут их закрыть как-то в закрытом виде, но кто их увидит, кто в них будет играть, вот в чем проблема. Так же и тут, я думаю, будет, скорее всего. Очень жалко, очень жалко, очень много потенциальных таких вот ремейков классных. Итак, ладно, давайте смотрим. В общем, остров Конго. Как заявляет автор, три уровня готовы, то есть, вот эти, по идее, первые три уровня готовы. Дальше уже, не знаю, или может быть, три уровня первого мира только. Давайте смотреть. Конго Джангл. Очень, это, кайфово, вся эта музыка из оригинальной игры, конечно, звучит. Вот, видите, это логово с бананами. Там, на Super Nintendo он забегал, я такой расстраивался, когда это видел. Здесь геймплей другой, это полностью типа 3D ремейк, то есть, как видите, это не 2D платформер. И здесь нельзя меняться между обезьянами, то есть, одна просто сидит у него на спине, это Диди Конг, и он может управлять этим, включать джетпак. То есть, мы можем летать вот так, наверное, на этом джетпаке, а Данки может вот так вот крутиться и тем самым убивать врагов. Тут, кстати, нельзя убивать врагов, прыгая им, короче, на этот, ну, на спину, короче, нельзя им, нельзя так убить. Ну, тут даже можно, о, кстати, дополнительную жизнь можно взять. Кстати, только сейчас это обнаружил, хотя я уже запускал в несколько раз. Не знаю, насколько вам хорошо слышен там, что музыка вся тут играет, чуть погромче сделаю. Так, ну, в общем, давайте, вот этот носорог подсказки дает. Помните, на носороге можно было там типа скакать? В оригинальной игре. Здесь нет. Здесь он там просто дает подсказки. А так, смысл в том же, да, мир и все дела, все сделала типа. Как там было? Ты чё, ты чё орешь? Ты чё, псих? Какой здоровый-то? Ох, нифига себе. Так, его можно сбить, это хорошо. Вот, враги пошли. Бам! Блин, кстати, его не было, этого товарища с подсказками. К нам, я просто раз его запускал. Так, дать, какой-то произошел. Так, рядом с бочкой можно нажать квадрат, чтобы и поднять. Ооо, вот этого, кстати, не было, ребята. Это обновление. Ай! Они нас учат, ой. Они нас учат, как, короче, это самое... Как, короче, прыгать, ну, типа L1. Тут можно, типа, кувыркаться, да? Ой, арбузы появились. Ёл, чё-то всё вообще новое. А чё нам арбузы дают? Короче, можно, если кувыркаешься, прыгаешь, а ты прыгаешь дальше. Но так же, вообще, по сути, вот. Можно летать. Так, теперь мы можем и бочку, да, мне? У-у-у! Тут мы сами погибли от этой бочки, офигеть. Да, слушайте, они тут навернули немножко геймплей. Хотя, у новых геймплейных... Ой-ой, ты бесишь, чувак, ты бесишь. У новых геймплейных вот этих вот моментов анимаций, по-моему, страдает немного. Вот так мы сделали, да? Так. Ну, усложнили, типа, уровни, да, сделали тут, типа, понавороченный. В этих трёх уровнях. А так, неплохо, в принципе, да, они выглядят, как на каком-нибудь геймкубе. Эти обезьяны. Всё довольно красиво. Единственное, что тоже, попадая в воду, они умирают. Хотя, были уровни водоплавающие, там они плавали, всё было нормально. А здесь, почему-то, они умирают. Обычно, вроде как, в Данки Конгах, там, в оригинальных, там, ну, типа, не было воды. Там, ну, просто были какие-то пропасти, куда они падали и умирали. Но не вода. Ну, такая, скажем так, особенность геймплея, да? Так, а что-то тут сверху бочка появилась. Вообще, бочки давали, типа, вторую жизнь, типа, типа, напарника воскресить можно было. Но здесь, как бы, это не нужно. Здесь это, скорее, больше к оружию сделало. Так, наверное, мы сейчас рисковать не будем за жизнью. Шарик это жизнь. То есть, тут есть сердечки, да, это, как бы, наше здоровье. А жизнь это уже когда-то умер. Сколько раз ты можешь воскреситься, да, на чекпоинте. Вот туда, по идее, можно как-то метнуться с помощью, значит, кувырок. Прыжок-полет, но что-то я не уверен. Ай. Так, иди отсюда. В общем, сложно. У меня пока не получалось это сделать. Нужно все-таки как-то, да, сделать поближе это дело. Ой, черт. Так, вот эти пчелки. Мы, конечно, пчелок уважаем, но... Надо быть аккуратнее рядом с челками. Так, вот у нас финал уровня. Так, надо как-то, что-то, по-моему, запрыгнуть надо. Так, ты прыгай. А, вот так у нас разбегу, типа. Типа ударить в бочку надо в этом. Что-то у нас глазок, какой-то глаз подбитый. Так, в общем, второй уровень пошел, да? Сейчас. Че-то уже поусложняли. Колонны. Ой. Их, долетели. Отлично. Кстати, картинка такая нормальная, да, для детской мультяшной. Ну, хотя, Donkey Kong прям детскими играми я бы не назвал, потому что они чертовски сложные. Вот еще прыжок есть. Мощный, да? 1 плюс x, вот написано. Надо делать. В одно время нажать. И что-то вроде как, когда ты приземлишься, ты получишь какую-то суперскорость, по-моему. В общем, я тут с вами такую механику придумал. Блин, интересно. Играется довольно интересно, я бы сказал. То есть, в дирекции сразу запало. Я видел какие-то, что ли, моики, Donkey Kong, там. Кто-то сделал уровень с этим, с этим, с шахтами. Ну, как-то мне не особо заходило. А вот этот прям как-то сразу вот. Возможно, виза музыки еще плюс. Ну, и неплохо сделан тут сам платформен. Дизайн уровня сделал интересно. Плюс он, автор, еще постоянно их, да, меняет. Улучшает. Вот эта музыка, по-моему, вообще из подобного уровня. Не знаю, сможем ли тут все три уровня про эти времени хватить ли у нас. Ой. Чек-поинт. Это хорошо. Наверное, здесь надо было как-то сразу прыгать, потому что... Если мы сейчас эту жизнь возьмем, то... А, во. Ой. Ну, конечно же, блин. Лучше надо не рисковать. У нас одно сердечко. Сейчас умрем. В общем, есть челлендж, чтобы эти жизни пособирать. Так, а зачем нам эту бочку здесь? Ага. Отлично. Отлично. Ох ты, елки-палки. Это нам помешало. Я думал, она дальше. Да, в 3D-платформинге бывает иногда не видишь реальной дистанции до предмета. А у нас, походу, все бананы тоже сбросились, да? То, что я собирал. Это неприятно. Бананы же не должны сбрасываться, по идее. Ну, вот так пройдем. Отлично. Да. Ух. А только что дает арбуз. Мм. По идее, сотка бананов это жизнь. Так, это взрывающаяся бочка, да? Надо с ней быть предельно аккуратным. Классная музычка, конечно, саундтрек с Данки Конг просто бомба. Согласны, наверное, ребят, со мной? Кто играл хотя бы или видел где-то? Я думаю, все согласны будут, что саундтрек просто бомбовой. Ой. Ой, не умереть бы. Это те игры, которые, когда не было Super Nintendo, но хотелось поиграть. Что-то тут страшно становится. Опа. Ой. Тут вообще прям меняется все. То есть, когда был там вопрос насчет Сеги, типа там, Mortal Kombat, есть и на Сеги, да? Аладдин есть на Сеги, причем более крутой. А Танки Конг это был эксклюзив и красивый, да? Которого на Сеги не было в свое время. И вот... Хотелось поиграть, хотелось. Но, блин, вот игра при всей своей красоте, когда я у меня позже уже проиграл. Ой, елки-палки. Ну, все, нам по-моему, хана. Да. Уже никак не убраться. При всей своей красоте игра чертовски сложная, вот оригинальная. То есть, там ребенок, мне кажется, с ума сойдет, если будет пытаться все пройти. Да, жалко, бананы все сбрасываются. Мне кажется, это не должно. Мне кажется, в оригинальной игре бананы остаются. Потому что все-таки бананы это накопление жизни. То есть, ты умер, там, ты собрал сколько-то бананов, заработал на жизнь. А здесь, получается, что все... Все, что ты собрал, это уже все в помойку, короче. Ой, блин, фух, страшно. Страшно становится, блин, ну испытание здесь. Так что им надо эту тему, конечно, с бананами переработать, чтобы можно было жизни как-то полегче добывать. А вот там уже финал уровня, блин, дойти бы до него, одна жизнь у нас. Так, есть. Ну реально, потенциал у игрушки есть, конечно, да. Если ее не закроют. Было бы жалко, если ее закроют. В общем, ребята, это... О, тут новый уровень. Кто, у кого есть Дримс, спешите поиграть. Или даже знаете, как сделаете? Поиграйте и залайкайте ее в Дримсе. Потому что у вас же... Если автор, например, закроет просто к ней доступ, чтобы она не была в открытом доступе, то вы хотя бы, может быть, сможете ее найти и поиграть в закрытом доступе. Если вы лайк поставите на этой игре. Я имею в виду не под этим видео, да, а в Дримсе, если у вас есть Дримс-то. По сути же Дримс, это, как знаете... Это как Ютуб, короче, да, то есть только игровой. То есть, раньше все смотрели какие-то там телепередачи, фильмы, да. Здесь можно смотреть профессионально снятые фильмы в разных сервисах. Типа там Нетфликс, там, да, и прочее. Ой, ой. Вот. А можно было смотреть Ютуб, где были видео, снятые на коленке, да, скажем так. Просто обычных пользователей, авторов, которые хотели чем-то поделиться. Так вот, Римс, это что-то такое сейчас получается, да. Но единственное, что, чтобы получить к нему доступ, то вам нужно купить эту игру на PlayStation. Но мне кажется, когда-нибудь, когда-нибудь он будет бесплатно. Сделать какую-то модель. Типа как, ну, Ютуб, то есть, да, то есть вы скачиваете его, играете бесплатно, но смотрите рекламу там между играми. Ну, это... Ух ты, ёлки-палки. Так, сидим, не рыпаемся. Так что, мне кажется, это вполне реально для Дримса. Могут и перенести так же, потом уже там какие-то были вопросы насчет переноса, да, на другие консоли... Ну, платформы там, на ПК на тот же, да, чтобы... Авторы могли делиться своими произведениями для большого числа, там, зрителей. Игроков. Показывает, скажем так, свой талант. Блин, нас грохнули, да? Так, у нас три жизни, кстати, уже накопилось. Это неплохо. Где-то хорошо. Уй, блин, ну ёлки, ну что ж такое-то? Да, тяжело тут сейчас будет выжить. Куда ещё нам в спину стреляют постоянно, да? Вот как тут быть, а? Мы ждём, пока появится это Лилия, да? Лилия, да. Не Лилия, как это называется. Так, сейчас. Так, я в ту сторону пошёл. Ну, посмотри. Ну, туда пошёл. Надо бы вот этого товарища сейчас грохнуть. Вот так вот, да? Вот. Ну, здесь сейчас сложно, да, действительно. То есть, он у нас стреляет, и нам деваться некуда. Ох ты, блин, ну прям, вот прям, прям под носом пропало. Так, может, всё-таки арбуз нам в жизни как-то восстановить? Видимо, арбуз полностью жизнью восстанавливать. Так. Ага. Ой, чё-тихо! Ай-яй-яй-яй-яй, нет. Другие конк, живи! Так, тихо-тихо. Течётехпоинт. Отлично. Ой, прям, это самое, наугад уже я пошёл нам сказать. Чё-то жёстко стало. Прямо со всех сторон стреляет, а нам нечего с ними сделать. А-а-а-а-а, гадёныш. Да, вот уже третий уровень, уже жизнь ощущается, да. Другие конговские. Я, честно говоря, не понял, вот так, а чё, у нас все же закончились? Ух ты, блин. Всё побитые, короче, такие. Да. Может у нас continue есть, я не знаю. Я не уверен. Классно, загрузку сделали в виде бочки. Да, нет, короче, всё заново, весь мир заново проходить. Ну, в общем, ребят, вы поняли, да? Довольно прикольный ремейк. Как вам ваш в ней? Пишите в комментариях. То есть это делает какой-то просто игрок, который фанат Данкет Лонга. И вот делает такой ремейк в 3D. И мне чем этот Dream сразу запал? То, что можно взять какую-то любую франшизу, которая, может быть, умерла 100 лет назад. Все про неё забыли, никто ничего не делал. И взять что-то по ней делать, если тебе она нравилась, да? Как бы это не коммерческие продукты, они их не продают. Вот, и это прикольно. Это прикольно. В общем, ребят, такая тема Dreams. Кто не успел поиграть в Donkey Kong, поиграть, пока его не выпилили оттуда. Ну, и там всякие Mario тоже есть, попробуйте тоже. Я думаю, тоже есть неплохие версии. Там очень много игр про Марио, на самом деле. Поэтому я как бы не стал по ним что-то делать, видосы. Вот. В общем, ребят, если нравится такая тема, кстати, обязательно ставьте большой палец вверх. То есть лайкайте это видео. И я для вас найду какие-то ещё интересные игры, там, ремейки или что-то оригинальное из Dreams. То, что мне очень нравится Dreams, я люблю его серфить, проверять, что там новое появляется. Там прям вот со дня релиза игры прям очень много всего интересного. Авторы прям удивляют. Там и хоррор есть, и что-то там, и гоночки. Ну, много чего интересного есть. Вот. Так что, ребят, если такая тема нравится, обязательно ставьте лайк, пишите в комментариях ваше мнение. А на этом у меня всё. С вами был Аня Цзука. До новых встреч. До новых встреч.